Всем привет, друзья! Вы на канале Skytop Games, и мы продолжаем путешествовать по бескрайнему космосу вселенной мира Space Engine. Но перед началом данного ролика, как обычно, хочется поблагодарить всех наших спонсоров на канале за вашу финансовую поддержку канала. Спасибо, друзья! Давненько не было никаких стримов и роликов по Space Engine. И, собственно, один из подписчиков и давних мододелов канала Дмитрий Тихомиров мне прислал интересный мод, который сегодня мы с вами рассмотрим. Кроме того, мы с вами сегодня рассмотрим последний, наверное, фикс-патч, или как правильно назвать, который сейчас находится в бета-версии Space Engine, стимовской версии. И, собственно, данный патч добавляет, вроде бы как написано, изменение горного рельефа и что-то похожее на 3D-воду. Короче говоря, сейчас мы это все рассмотрим. Собственно, что нам прислал Дима? Давайте посмотрим. Система называется Beta Alanas. На Диму я оставлю ссылочку. Если кто-то захочет вдруг поизучать эту систему, то пишите ему. Данная система находится в нашей галактике Млечный Путь и представляет собой, по-моему, сейчас давайте посмотрим. 5 планет. И первая планета к своей родительской звезде это планета Эркус. Вот она. Умеренная морская терра с жизнью. Жизнь на ней органическая, многоклеточная. Диаметр планеты 13 747 километров. Длительность суток. Давайте посмотрим. Длительность суток. 3 часа 14 минут. Ну, блин, я, конечно, не знаю, но с такой скоростью... Так, подождите, осевой период. Орбитальный период. Орбитальный период. 101 час. 101 час. А, 101 день, простите. За 101 день планета делает полный оборот вокруг Солнца. Но 3 часа 14 минут. Я не знаю, как можно вообще распределить свой день. Блин, на 3 с половиной часа. Пишите в комментариях, короче. Атмосферное давление, 1 атмосфера. Так, температура 21 градус. Парниковый эффект 2 градуса. Есть вода, кислород. Собственно, все, что нужно для полноценной жизни. Тяготение 1.384 G. Ну, ты бы весел на этой планете, так же, как на планете Земля, наверное. Собственно, есть еще планета Аниах. Это планета Эркус. Есть планета Аниах. Умеренная морская супертерра. Как я понимаю, там нету кислорода, но там есть вода. Есть у нас креогенный суб-Юпитер под названием Лацинан. Окторикс или Октор-Р9, креогенный Нептун. И еще вот такая вот карликовая планета Едунма-9, креогенная безвоздушная микротера. Собственно, чем примечательна данная планета, то что она очень населена какими-то существами, инопланетянами, либо такими существами, которые похожи на нас. Я не знаю. Да, данная планета, планетарная вообще система, звездная система, находится в нашей галактике Млечный Путь, повторюсь. И где-то до Земли расстояние отсюда составляет 2846 световых лет. Ну что же, давайте посмотрим на вращение данной планеты. Ускорим время. Три часа, да, три с половиной часа. За три с половиной часа планета делает полный оборот вокруг своей оси. Невероятно. Давайте засечем. Вот первый час. Второй. Третий. Невероятно быстрое вращение данной планеты. Я не знаю, как себя чувствовал бы человек, находясь вообще на этой планете. Ну что ж, давайте посмотрим. То, что нам заявили разработчики. Даже я бы так сказал. Так. Измененные горные рельефы. Вроде бы как они должны выглядеть немного оживленнее. Так. Растительность на планете. Я надеюсь, что на данной планете мы найдем с вами горные рельефы. Какие-то скалы, горы и все прочее. По-моему, здесь пока я ничего такого не наблюдаю. Но что значит 3D-вода? Что-то похоже на 3D-воду. А, наверное, знаете, что они добавили? Они добавили... Так. Можно я отключу полностью облака? Они нам не нужны. Вот так я сделаю. И рассмотрим вот так сверху. Они сделали как-то более разрозненные побережья. То есть, помните, в старых версиях, если я не ошибаюсь, вот это побережье, где вода у нас вступала на землю, она была вот так вот, как знаете, какой-то квадратной, либо под одним углом. Вот так сделано, круглая. Теперь все-таки я вижу какие-то, не знаю, то ли всплески, выплески, как будто вода выходит за свои границы. И вот это, собственно, я не знаю, вот это я бы не назвал, конечно, таким каким-то разливом. Это, скорее всего, блин, какие-то треугольные непонятные, что это такое. Ну, кусок пилы, похоже. 3D-вода. Ну, кстати говоря, по-моему, на сайте разработчика написано, что добавили какие-то камни или что-то такое. Ну, там растет трава. Ну, наверное, скорее всего, это связано с модом. Это из-за мода, скорее всего. Поэтому сейчас я попробую найти какую-нибудь рандомную другую планету. Планета Лоцинам. Нет, это мы все в этой же звездной системе. Так, а давайте, почему бы нет, почему бы нет, посмотреть на примере Земли. Перелетим на планету Земля. Так, облака я пока полностью выключил. Горные рельефы на планете Земля. Я помню, что одно время они, по-моему, вообще никак не прорисовывались. И что же сейчас будет? Ну, давайте потихоньку опустимся на поверхность. Пройдет ли прорисовка? Горный ландшафт. Я чуть ускорю время. Прямо на поверхность. Так, с планетой Земля явно какие-то траблы происходят вечно, мне кажется. Более должно все быть фотореалистичнее. Прорисовка камней, изогнутые скалы. Ну, скажу так, что вроде что-то я вижу, но что-то не хватает. Так, ладно, давайте найдем какую-нибудь воду. Какой-нибудь океан. Спустимся там, где-нибудь на побережье, на каком-нибудь, я не знаю. Ну, хорошо. Я не понимаю, в каком я океане. Может, это Тихий океан. Нет, с планетой Земля творятся траблы, и поэтому я вылечу из-за ее горизонты. И просто рандомно найду что-нибудь. Число планет 5, звезда ХИП 355-09. Так, ну что ж, давайте рассмотрим, что там есть. Раскаленный Меганептун, раскаленная пустынная Терра. А, нет, это все не то. У меня вообще почему-то планеты перестали прорисовываться. Space Engine работает против меня. Так, теплая суперокеаническая аквария, планета ХИП 345-18. Это полностью океаническая планета. Это не то, что мне нужно. Холодная пустынная аквария. Я думаю, что подойдет вот это. В принципе, даже если там есть метановые озера, мы что-нибудь можем увидеть. Нет, ничего подобного. Белая звезда РС 85-13. Мне кажется, сейчас я не вижу никаких планет. Из-за того, что, возможно, так может действовать аддон на данной планетарии. Что это вообще за черная планета? Это что вообще? Так, окей. Давайте креогенный Супер Нептун. Так, подождите. А если включить обратно облака? Это нам ничего не дает. Креогенная пустынная Супер Аквария. Ого. Невероятно. Странно, но хорошо. Давайте попробуем, знаете, что сделать? Выйдем в планетарий. Выйдем в планетарий. Я надеюсь, что здесь должно что-то заработать. Так, та же планета Земля. Облака. Облака выключены. Не работают. Я не понимаю, что случилось сейчас с симулятором. Симулятором. Так, ну давайте вот так оставим. Австралия. Я вижу Австралию и какое-то озеро или что-то такое. Ну, допустим. Хорошо. Так. В принципе, мы можем, наверное, опуститься под воду сейчас. Нет, мы этого не можем сделать. Но почему? Я же до этого вроде проверял, все работало. Так. Давайте, наверное, знаете, что я сделаю? Я сейчас удалю этот аддон. Но все-таки ссылочку на Диму оставлю. Кому будет интересно. Скачайте, посмотрите данный планетарий. Итак, я снова здесь. И в принципе, да. Скорее всего, мы не смогли рассмотреть планеты. И все, что на них находится, это из-за аддона. Так. Криогенная пустынная аквария. Метановые озера. Ну, давайте хотя бы для начала рассмотрим вообще поверхность планет. Как это все изменилось. Визуально. Визуально. Я вижу даже в плане этого. Очень хорошо сделали. Даже на таком расстоянии я вижу рельефы. Горные массивы и все прочее. Давайте на один из них сейчас попробуем опуститься. Облака я не буду выключать. Хотя... Там был совет, который гласит, что лучшие моды на облака выключать. Ну, я не знаю. У меня с модами на облака от Родригеса все прекрасно даже работает. Никаких багов и еще что-то. Нет, горный массив сделан великолепно. Это смотрится прямо просто бомбезно. Да, есть обработка. Отлично. Ого. Невероятно. Сколько красок. Посмотрите. Видно прямо каждый, наверное, уступок или еще что-то. Так. Опустимся прямо на поверхность. Камни. Ого. Слушайте, я невероятно рад. Я этого не видел. Я этого не видел до того момента, пока не добавили в этот патч. Горный массив. Как это прекрасно. Как красиво смотрится. Невероятно. Классно. Так. Ну, я бы хотел сейчас теперь посмотреть какую-нибудь планету с водой. Планету с водой и что там у нас есть. Так. Холодная пустынная аквария. Планета полностью заморожена. Это огромный ледяной шар. Кусок льда. Так. Здесь слишком жарко. Здесь слишком холодно. Да, давайте на ту же планету Земля. Почему бы нет? Может быть сейчас там будет прорисовка более-менее? Чего нет? Так. Перелетим. Отлично. Нет. Ну, мод Дима обязательно-обязательно вам надо скачать, ребят. Так. Посмотрим. Я вижу визуально, что прорисовка воды на расстоянии стала смотреться лучше визуально. Так. Я не хочу в глубокий океан опускаться. Я промотаю время. Есть, конечно, какие-то маленькие отдельные островки. Вот, стоп. Вот так. Остановимся на этом. Теперь обратно в нашу Австралию, где мы только что недавно были. Так. Не пролететь бы мимо. Хотя, вроде бы, да, вы видели, я попал на землю, но очутился в воде. Ну, я вижу какие-то образования под водой. Пески. А, и вот, посмотрите. Да, я под водой. Я под водой. Высота 11 метров. Глубина, вернее, да. Ну, 3D-вода, это, конечно, не 3D-вода. Не хватает здесь затемнения. Если бы мы были прямо под водой, здесь бы было очень достаточно темно. Но, по крайней мере, под водой теперь находятся пески, камни. И на разных планетах это, вроде бы, должно по-разному выглядеть. Где-то галька, где-то какие-то камушки, еще что-то. Здесь мы видим пески. Но, вот, то, что сделано пока что по краям побережья, конечно, на картинках, то, что предоставили скриншоты нам разработчики, это выглядит намного круче, чем сейчас я вижу. Если бы, знаете, как смотрелась бы 3D-вода, на мой взгляд, если бы были бы приливы и отливы, если бы вода заходила на берег и уходила обратно в океан, либо в озеро. Ну да, скорее всего, в океан, либо в море, да, скажем так. Но сейчас даже скажу так, что в плане этого, в плане того, что сейчас есть в бета-версии, и они это сделали, я скажу так, что я дам лично 4. 4 звезды из 5. Если они будут дальше стараться улучшать симулятор, добавить больше визуализации, добавить больше каких-то анимаций, это будет прямо, прямо топ, честно, да. Да, мне нравится, что теперь озера как-то в океан, ну, либо океаны стали неровные какие-то побережья. Ну, якобы можно представить, знаете, что это отлив-прилив на паузе, скажем так, да. Но все равно, все равно смотрится не так, как хотелось бы, да. Даже если я подождал прорисовки, это немножко не то, не то, не то, не то. Ну, горные рельефы, да, скажу так, горные массивы, они прямо сделаны топчик. Давайте на планете Земля найдем что-нибудь подходящее. В Альпо было бы, конечно, прикольно слетать, ну ладно. Так. Мне кажется, что я сейчас просто на ровную поверхность упаду. Ну, вы видели, по крайней мере, на той планете, на которой мы были, да, какая там прорисовка гор. Давайте вернемся к ней. Так, по-моему, эта планета, да? Угу, да, она. Вот примерно где-то здесь даже не сильно опускаться на поверхность. Да еще и северное сияние увидеть на фоне всей этой красоты, это прямо бомбочка. Блин, невероятно. Короче, 4 звезды из 5 я даю, да. Ну что же, на этом мы наше путешествие такое короткое завершим. Кому понравилось, пальчик вверх, подписочка на канал, все дела. Жмем колокольчик. В общем, и я не пропадаю. Новые серии по Space Engine вас ожидают 100%. Всем новых открытий. Пока. Да, и помните, что космос и вселенная бесконечны, и мы только начинаем свое путешествие в нем. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok